Приветствую вас всех на митапе по машинному обучению. Сейчас вроде у нас как-то все активизировалось маленько, это очень здорово. Будем учиться новому, смотреть, что народ делает. У нас сегодня два выступающих. Первая – это, привет, Настя, Аюна Кожушко. Она расскажет про подписочные баннеры, логистическую регрессию, бандитов и тесты. И у нас будет второй выступающий Николай. Он ездил недавно в Германию и был на конференции NVIDIA. И расскажет, похоже, то, что он там услышал кратко. Поэтому приглашаю вас на сцену и вручаю микрофон. Еще раз, раз, раз. Все меня слышно. Всем привет. Меня зовут Аюна. Я сегодня хочу рассказать про одну задачку, которую я решала, решала. И вот что из этого в итоге получилось. Работаю я в компании Movavi уже некоторое время. И чтобы, собственно, ввести все в курс дела, конечно же, сначала несколько слов о компании. Значит, Movavi делает софт для обработки разнообразных медиафайлов. Видео, фото, захват экрана еще коробочку я вставила. Но сегодня нас это будет не очень сильно волновать, хотя вообще в Movavi всех это волнует. Мы будем говорить о продвижении, потому что Movavi не только делает свои продукты, оно еще их сама продвигает. Очень активно продвигает в интернете. И активно продвигает в интернете, включает в себя там SEO, контекст, все подряд, e-mail рассылки тоже. Ну а у e-mail рассылок есть такая фишка, что их нельзя просто взять и запустить. Нужно сначала какую-то базу собрать. И достаточно долго базу собирали, ну, как бы с текущих клиентов в основном. И пришла такая мысль, что базу, наверное, можно еще как-то собирать побыстрее, поактивнее, чтобы как-то прогресс шел еще быстрее. Вот. И, соответственно, базу нужно собирать. И для этого можно сделать подписочные баннеры всякие. Вот когда вы ходите по сайту, заходите на сайт, что-нибудь делаете, он вам раз такой вылетает, вы с туржи на него закрываете, потому что вы его не ждали. Вот примерно вот так это работает. Вот. Но хотелось бы как-нибудь немного не так. А немного не так это как? Возникли такие эмпирические ограничения. Ну, давайте покажем по папке, ну, как-нибудь вовремя, чтобы как бы он не просто вылетел, его с туржи на закрыли, а как-то заинтересовал, он как-то к месту пришелся. Ну и, конечно, большое ограничение, чтобы конвежция в продаже тоже никуда не упала, потому что хотелось бы, чтобы люди покупали, а не подписывались, потому что после подписки как бы еще много всяких этапов. Поговорить с ним по электронной почте, с этим человеком, чтобы он наконец-то купил. А так бы он мог сразу купить, как бы никаких проблем. Поэтому давайте конвежцию в продаже ронять не будем. Как-нибудь вовремя будем показывать попапы и как-нибудь попробуем все это формализовать, чтобы было круто. Это проверим. Ну, у нас есть сервис, с которым мы работаем, и как бы все сервисы, которые показывают попапы, они работают примерно так. Ну, давайте зададим какое-нибудь явное правило, и по этому правилу будет показываться попап. Ну, например, давайте покажем попапы на третьей странице, которую пустил пользователь. Или давайте будем показывать только на страницах, ну, допустим, вот этого продукта. Или там только на главной странице будем показывать баннер. Ну, как-нибудь вот так вот можно накомбинировать всякие правила, и сервис будет просто их показывать. Почему сервис? Потому что это просто. Это не нужно делать этот баннер, и очень много всего уже сделали за нас. Нужно только немножко денег заплатить этому сервису. Ну, мы платим OpenMonster. Он нам нравится, и несмотря на то, что, судя по их логотипу, он зажевывает все письма, которые он получает, тем не менее, он неплохо работает. У него есть всякие разные правила, и на тему того, сколько страниц пользователей посетил, и какой-нибудь ивент свой можно тоже добавить. У них есть API, слава богу, по которому можно попросить этот баннер всплывать тогда, когда нужно, и чего-нибудь еще попросить его сделать. И у нас есть статистика в Google Analytics, которую мы тоже любим, потому что мы любим Google Analytics. И, соответственно, перейдем ко второму, точнее, к первому нашему эмпирическому правилу. Нет, ко второму. У нас очень хочется не ронять конверсию в продаже. И за основу мы взяли кейс, который мы подслушали на одной из конференций. Это был кейс про интернет-магазин. И ребята рассказывали, как они у себя сделали всякие разные правила, чтобы максимально увеличить конверсию в продаже, и при этом как бы прибыль не потерять. Потому что они показывали всякие еще скидочные попапы, типа подпишись, получи скидку на первую покупку и так далее. И вот эти скидки они очень не хотели показывать людям, которые как бы и так бы скидки купят. Ну, логичное желание как бы. Вот. И эти ребята, они сделали такую штуку. Они взяли, выгрузили всех своих юзеров, взяли разные факторы под ним и посчитали корреляцию. И у них получилось, что вот их покупки очень хорошо коррелируют с количеством страниц. Ну, как бы для интернет-магазина это более-менее понятно. Приходит человек, начинает выбирать товар. Первый, после того, второй, после того, что-то что-нибудь пофильтровал. Чем должен фильтрует, тем как бы больше есть ощущение, что он что-нибудь найдет. Если найдет, то как бы он купит. Все круто, но у нас сайт немножко другой. Поэтому мы были не очень уверены, что это зайдет. Ну, у нас конкретно система, что пользователь до того, как, собственно, захочет себе скачать продукт, он смотрит, ну, не очень много страниц. Он особо по ним не ходит, не бродит. Вот есть продукт, как бы скачай и дашь уже в продукте, и ты пойми, пожалуйста, нужен у тебя или нет. Вот. Ну, мы тоже попробовали. Ну, и у вот этих, у этой технологии, типа посчитать там корреляцию, что подходит, ну, что свидетельствует о том, что человек близок к покупке, есть одна такая проблемища. Вот. Она состоит в том, что мы можем понять, что привело к покупке. Ну, допустим, он зашел на какую-то страницу, или он поставил 28 страниц, и мы такие, о, он готов купить. Но в этот момент ему уже не надо показать баннер. Он уже готов купить. И, как бы, возникает вопрос, что с ним делать тогда, потому что нам как-то надо пораньше принять решение, когда показать этот баннер, до того, как он уже готов к покупке. Вот. Ну, ребята, о которых я тут рассказываю, они сделали очень просто. Они поставили временное ограничение в формате, ну, допустим, если за 10 секунд, ну, побольше, за N времени он не перешел на вторую страницу, наверное, он совсем холодный. Если там за N2 времени он не посидел там 8 страниц, значит, он какой-то такой тепленький. Если, как бы, он прошел квест 8 страниц за какое-то ограниченное количество времени, то он вообще горячий, пусть он лучше купит, мы не будем ему ничего показывать. Ну, давайте попробуем, чтобы посмотреть, что у нас получилось с этим. Начали придумать фичи. У нас их, ну, не очень много было, и в основном это просмотры каких-нибудь страничек. Ну, первое, у нас такие странички есть, how to сделать что-нибудь. Там, видео обрезать, какую-нибудь там, дорожку поменять, еще что-нибудь. Есть саппортные странички, которые, ну, теоретически должны говорить нам о том, что человек уже что-то купил, у него проблемы. И, ну, этим людям точно не надо папа показывать, они, как бы, у них проблемы. Вот, есть шикарные странички, которые называются Buy Now. На них можно попасть, когда кнопку Buy Now нажмешь, и там, как бы, цена, продукт, корзину сразу. Ну, короче, огонь какая страница. Есть еще такое событие, что человек что-то скачал. Можно скачать реальную версию, как бы, чем-нибудь попользоваться. Ну, тоже интересно такое событие. Ну, как бы, если он скачал, может быть, он все-таки купит. Есть, собственно, покупки. Ну, как бы, нам тоже надо было эту фичу забрать, которая, на самом деле, не фича, целевая метрика. Вот, новый повторный посетитель, тоже неплохо. Вот, и те же самые метрики, про которые я говорила, формата, там, сколько времени прошло до того, как он добрался, таки до корзины, и сколько времени прошло до того момента, как он все-таки добрался и скачал. Вот, и, как бы, в страничках, и во времени, ну, и, как бы, еще такая странная фича, пролистал какую-нибудь страничку до конца. Вот он настолько влечен был в эту страничку, что он хотя бы ее долистал. Ну, почему бы нет? Может быть, нам это как-то поможет. Ну, начали, как бы, с корреляции. Как бы, люди говорят, что надо корреляцию считать. Ну, давайте посчитаем. Вот, как бы, корреляция бы сказала, что не надо было выгружать и время, и количество страниц, можно было чем-нибудь одним обойтись. Вот, насколько я помню, обошлись мы временем. Поэтому два параметра, как бы, сразу ушли. Вот, и всех оставшихся более-менее там, buy now что-то подсказывает о том, что она какая-то неплохая страница. Вот, ну, и, собственно, вот эти вот время до корзины. Ну, и, как бы, начали думать, что с этим дальше делать. Ну, давайте лог-регрессию запустим. Почему нет? Все же так делают. Ну, я тоже хочу. Вот. Запустила эту лог-регрессию на этих параметрах. Вот. Потом немножко пошаманила. Параметров было много. Вот. И замечательным методом, давайте добавим параметр, давайте уберем какой-нибудь параметр, пришло к тому, что параметра всего два. Это, как бы, посмотрела вот эту страничку buy now, и посмотрела check out. Ну, дошел до корзины, собственно говоря. И как долго он до него добирался. Чем дольше добирался, тем лучше, как бы. Вот. И, как бы, все. И вот на этом почему-то получается 98%. Ну, такие вот, такого замечательного свойства у нашего сайта. Ну, и следующий вопрос, ну, который у меня лично возник сразу. Помните, да, о проблеме? Как бы, и что? Ну, из этого, как бы, два вывода получилось. И что? Ну, первый, давайте на buy now ничего не будем показывать. Ну, как бы, не к добру это. А второй, наверное, вот эта вот фича про то, как много страниц человек посмотрел, наверное, она вам как-то поможет определить пользователь, какой там горячий, теплый, холодный. И как-то вот на этом что-нибудь придумать. Вот. Два таких правила, как бы, выскочило. И возник вопрос, ну, как бы, окей, два правила, но, как бы, алгоритма нет. Нужно алгоритм придумать. Ну, вспомним про второе наше ограничение. Надо как-то вовремя баннеры показывать. Ну, вот так вот долго читая вот это вот как-то вовремя, есть ощущение, что, наверное, нам нужно подумать о том, что есть какие-то страницы, на которых ничего не надо показывать. Ну, от Buy Now как бы вылезло. Может, там еще что-то есть. Ну, наверное, есть какие-то страницы, на которых надо показывать что-то определенное. Ну, не знаю, там на продуктовой страничке, где про продукт, там, про видеоредактор, я не понимаю, что-нибудь про видеоредактор показать. На страничке саппорта, там, что-нибудь написать. у вас проблема, срочно подпишись, ну как бы ладно, на главной страничке написать что-нибудь, о, ты знаешь, любишь Мовави, подпишись на Мовави, ну, что-нибудь, короче, разное придумать. Ну, и, наверное, есть какая-то предыстория, которая нам расскажет о том, что когда-то нужно ничего не показывать, когда-то нужно что-то, опять-таки, специфическое показать. Ну, вот есть такие ощущения, что как-то вовремя определяются вот этими тремя факторами. Вместо там пристального вглядывания в эти три фактора и понимания того, что баннеры мы до этого не показывали, вообще непонятно, как люди будут о них реагировать, почему-то очень захотелось вот этих ребят. Ну, они как бы умеют показывать всякие разные штуки на всяких разных страницах, на всяких разных состояниях, собственно, можно им нагенерить. И потом они как-нибудь научатся и скажут, где нам нужно показывать баннеры, а где как бы не надо. И эти замечательные ребята, они неплохо у себя показали во всяких рекомендательных системах, когда баннеры нужно подобрать рекламный очень удачно, и вроде круто работают, но хочется попробовать. У меня еще есть слайд со ссылками. В основном я воспользовалась материалами Михаила Каменщикова из Авито. У него есть классная статья, у него есть классный код на GitHub, который можно вот так вот взять и что-нибудь с ним сделать хорошее или не очень, как бы я не спрашивала у него, как он смотрит на это. Вот, ну, в общем, клево. И еще я нашла такую книжку на 540 страниц про бандитов. Ну, прочитала три страницы, но я впечатлилась и рекомендую посмотреть, что это такое. Вот. Ну и, собственно, бандиты, клево, давайте делать бандитов. План получился методом такого же пристального вглядывания на бандитов уже и на нашу задачу. Ну, давайте придумаем всякие разные состояния, которые будут нам говорить о том, где пуститель находится, какая у него история и как бы что с ним происходит вообще. Сделаем каких-нибудь баннеров. Ну, для начала три. Один это мало, два это мало, три вроде норм, четыре что-то много уже, долго. Ну, три хватит для начала. Давайте выберем жадную стратегию, не потому что она классная. Если открыть статью Камещиков, можно прочитать, что она вообще не классная, она как бы самая ужасная из трех самых популярных стратегий, зато она самая простая. То есть ее можно просто так чик сделать, как бы она работает, а там уже разберемся уже со стратегией. Может быть, какую-нибудь посложнее сделать, лишь бы она вообще работала. Вот. Ну, жадная стратегия состоит в чем? Мы запускаем нашего бандита, и бандит с вероятностью 1 минус epsilon, большой вероятностью, выбирает какую-то оптимальную руку, которая лучше всего сейчас работает в этом состоянии, с вероятностью epsilon выбирает какую-нибудь случайную руку и, соответственно, после этого пересчитывает конверсии. Если вдруг после этого получилось, что какая-то рука оптимальная перестала быть оптимальной, ну, как бы другая станет оптимальной, ее теперь будут выбирать. Ну, и чтобы был шанс такое случиться, вот этому, и как-то все-таки более-менее статистически все это посчиталось, у нас есть вот этот epsilon, epsilon обычно 0.1, 10%. Мне понравилось 0.1, я взяла 0.1. Я пробовала там побольше взять, поменьше взять, но если поменьше брать, у меня он как-то очень плохо выбирает какую-нибудь другую руку, которая должна быть оптимальной, а если побольше, что-то у него как бы слишком много ошибок получается, потому что даже если он понял, какой оптимальный бандер, ничего сильно не меняется, он все равно, с вероятностью, тем, что он выбирает какую-нибудь другую руку, ну, как бы это не очень хорошо. Мы, как бы, функцию потерь сильно завысим. Ну, окей. Значит, в зависимости от текущей страницы и количества просмотренных страниц, почему такие параметры появились для состояния, ну, мы еще размышляем на тему того, что мы можем знать о пользователе такого там суперинтересного в тот момент, когда он сейчас находится у нас на странице. Ну, понятно, мы знаем, где он у нас находится, что-то можем в процессе собрать. В принципе, наверное, можем еще источник подобрать. Вот. А все остальное подобрать и, как бы, еще и умудриться в процессе сессии все это проанализировать, что-то сложно. Мы же хотим все попроще, чтобы хотя бы что-то работало. У нас возникла другая проблема. Все бандиты, с которыми я была знакома до этой задачи, они выбирали какой-нибудь вариант из трех более-менее одинаковых. А мне еще нужно, чтобы он показывал ничего. А как бы если он показывает ничего, то не очень понятно, как это ничего покормить. Ему же нужно награду сделать за то, что он вовремя показал ничего. Но если он показал ничего, то пользователь тоже сделал как бы ничего. И мы не очень понимаем вообще, кормить его он молодец, не молодец. Ну, решение, которое я придумала, это давайте мы его будем кормить вот это ничего. В тот момент, когда мы показали что-то, но не вовремя. Как бы мы показали баннер, его закрыли, как бы, ну, зря мы его показали. Надо было ничего показывать. Ну, есть другая проблема, что конверсия подписок обычно это не 50%, а где-нибудь 2%. Соответственно, если мы за каждый неудачный показ будем фантому давать столько же пищи для размышлений, сколько и баннеру, то у нас как бы всегда будет показываться ничего. Это не очень хорошо. Вот, поэтому, ну, захотелось добавить какой-то коэффициент, который будет, соответственно, сопоставлять. Вот, вот, наше ничего нужно покормить так же, как, ну, какой-то баннер или там поменьше, ну, как бы поменьше. Вот, сколько поменьше, ну, я взяла бумажку, вот, на бумажке посчитала, что если мы хотим, чтобы примерно одинаково показывалось оптимальный баннер и фантом, то, как бы, вот этот вот коэффициент должен быть где-то CV на 1 минус CV. Это что-то типа антиконверсии. Типа сколько раз мы, ну, доля неудачных показов баннера. Ну, вот так можно придумать. Вот, ну, и хотелось бы, чтобы он как-то высчитывался, как-нибудь в процессе. Потому что изначально мы конверсию не знаем, ни одного баннера, а бандита научить как бы надо. Ну, и как-то нужно этот параметр, вот эту фантомную еду, его подстраивать, этот коэффициент. Ну, давайте его подстраивать под оптимальную конверсию. Ну, примерно вот по такому правилу. Ну, давайте попробуем смоделировать. Мы же хотим попробовать, как бандиты работают, но на сайт как-то жалко его выпускать. Мало ли что он там сделает. Жалко. Ну, значит, первый вопрос, ну, понятно, как работает это вообще. Вот, второй вопрос, он как быстро нам досчитает. Вот мы его запустим, как бы, этого бандита, вот у нас месяц будет что-то считать. Как-то долго. Вот, и не очень хочется, чтобы он всем надоел. Ну, давайте попробуем смоделировать трафик на сайте. Ну, возьмем, типа, мы хотим N-сессии, 310. Вот, и возьмем, построим как-нибудь распределение хитов в этих сессиях, чтобы было довольно много хитов, которые коротенькие, и поменьше хитов, которые длинненькие. Вот, ну, и примерно получилось геометрическое распределение. Ну, пусть будет геометрическое. Выбрано распределение методом просто давайте посмотрим в Analytics, как бы на что похожа картинка. И на самом деле, я думаю, что это не очень принципиально. Ну, как бы запустили этих бандитов. Банеры вот, примерно, вот так. Собственно, есть три баннера. Оранжевый, зеленый и красный. Это те линии, которые совсем неровные. Вот. У них есть конверсия заданная, которая была заданная, смоделированная. Вот. И просто повернули, выкидывается. Да, нет, да, нет. Ну, конверсия как бы сходится. 0,6 получается у одного. Ну, 6%. 3% у другого. И вот где-то не очень классно похоже на 2,2. Он поменьше посчитал. Но все равно как бы к чему-то сошелся. Скорее всего, он там должен был еще досчитать, но у него шансов не будет, потому что он уже как бы неоптимальный. Ну, окей. И при этом, как бы, вот, они примерно в одно... Расчетная конверсия у Фантома, ну, типа вот эта антиконверсия и, собственно, у оптимального баннера, они как бы сходятся. Вот. И показов оптимального баннера довольно много. И у Фантома тоже, показов баннера довольно много. Но здесь есть одна очень большая проблема для моей модели. Вот. Для моей задачи, точнее. Как бы все было бы круто, если бы это не были поп-апы. Потому что если мы, как бы, посмотрим и поймем, что выбирается всегда... Ну, часто выбирается именно оптимальный. То сначала оптимальный очень долго Фантом. Потом раз выбирается, допустим, оптимальный, ну, оптимальный наш баннер, он какое-то время опять выбирается, потом снова он проигрывает, потому что у него статистика набралась, потом снова долгое время выбирается Фантом, и потом снова выбирается оптимальный баннер, и это достаточно долго. Ну, то есть там тысячу сессий, например. Эту вот тысячу сессий он будет показывать этот баннер. С ума сойти вообще. Опасно. Вот. Ну, еще иногда получается вот так. Когда коэффициент задается изначально Фантомной еды большой, он как бы выстреливает, потом тихонько сходится. Так тоже получается. Еще одна проблема, которую я обнаружила, вот этой жадной стратегии и вот этой Фантомной руки, она не очень стабильна. То есть как только кто-нибудь начинает выигрывать, он выигрывает, держит это первенство, и все остальные могут сойтись куда-нибудь не туда. То есть если Фантом начал очень много показываться, то потом очень низкие шансы будут у оптимального баннера вообще вырасти, потому что он сразу находится в ауте. Ну, вот еще я построила такую гистограммку надоедливости, которая должна была мне показать, насколько часто мы показываем баннер одному и тому же человеку много раз в нас еще. Ну, гистограммка получилась вот такая, вроде как бы не очень часто. Но проблема того, что показы идут подряд, она как бы есть. Ну, там еще есть 0,5 для двух. Это не очень страшно. Но вот в этой ситуации получается другая гистограммка, она страшная. И самый простой вариант, который после этого я нашла, что к бандиту, к этой оптимальной руке, можно просто прицепить Фантома. Делайте сказать, если ты выбрал оптимальную руку с какой-нибудь вероятностью, которую я хочу увидеть на этой гистограмме надоедливости, покажи Фантом. И он просто будет разреженно показывать оптимальную руку. Ну, такая моделька мне понравилась лично, потому что она простая, и можно выбрать 100-500 состояний и найти оптимальный баннер, ну, с какой-то заданной разреженностью. Хотя, конечно, мы не очень поймем, когда нужно баннер было показывать. Ну, никогда. Ну, окей. И, значит, с этой идеей, с этими классными бандитами, которых я уже очень люблю, я пришла в отдел разработки. Мне сказали вот это. Мне так не понравилась эта цифра. Ну, прям очень. Тогда я подумала, ну, окей, мы подождем три недели, что мы получим? Я подумала, ну, мы быстро поймем, какой оптимальный баннер, он как бы сам научится, и все будет прикольно, как бы. 100-500 состояний, это же с ума сойти, сколько тестить. А потом приехали баннеры. На самом деле они разные. То есть статистику, которую мы получили, они разные. То есть они немножко по-разному срабатывают на некоторых страничках. Ну, как бы инсайд скажу, вот люди, которые находятся на странице uninstall, очень не хотят подписываться на скидки. Они бы, в принципе, подписались на идеи, но на скидки что-то нет. Ну, это так. Разница, конечно, не космическая. Ну, и как бы простота залог успеха. Бандиты, наверное, родились из АБ-тестов. Что это? Вот. И как бы самый простой вариант. Мы же с аналитиксом работаем, мы Google любим. Очень любим GTM, Google Tech Manager. И как бы, ну, и эту разработку. Ну, эти три недели. Давайте сразу сами тест сделаем. Реклама на паузу. Ага. Может быть. Ну, и здесь нам очень помог API. Вот. И, соответственно, из нашего ощущения, как часто нам нужно показывать баннер, мы придумали, что 40% Антому хватит. 20% каждому баннеру, наверное, мы не сильно… Да, он ушел. Раз-раз. Вот. И получим, типа, примерно ту же… Я так не могу. Раз-раз. Нет. Вот. Ну, и давайте баннеры запустим просто в тесты, запустим через OptinMonster, и 40% хватит. Раз-раз. Два-два. Круто. Ну, и как бы запустили. Да, в скорости как бы мы не выиграли, состояния получилось не очень много, потому что потом очень долго все это собирать. Но кое-что получилось. Вот. Самый классный график, который получился, это вот этот. Здесь, как бы, есть количество просмотров нормальных страниц на сессию, это безбойно. Вот. И есть какие-то просмотры нормальных страниц. Вот. И, как бы, видно, что, ну, как бы, если мы на первой, на второй странице ничего не показали, ну, как бы, особо больше некому показывать. Но, если мы все-таки подождали некоторое количество страниц и показали, например, на 12-й, хотя это выброс, вот, то конверсия будет космической. Вот. Если мы подождали до пятой, то на все равно будет намного лучше, чем на второй, и тем более на первой. На первой, как бы, там есть синяя полочка, она такая маленькая. Вот. И отсюда, как бы, появляются некие правила, наконец-то. Ну, как бы, правила какие? На первой странице давайте ничего никому не будем показывать. Господи, зачем это надо? Ну, на вторую, на третью, на четвертую, наверное, что-то можно показать, потому что там, как бы, и народ есть, и, как бы, конверсия становится какая-то ощутимая. Если мы хотим как можно больше, нужно взять вторую. Потому что на третье, как бы, мало, и не в разы там больше конверсия. Но кое-что есть. Вот. Ну, и, кстати, можно было еще посмотреть. Я смотрела там по типам страниц, на каких-то что показывают. Ну, вот. На второй странице обычно одного типа странички. После пятой страницы вообще ничего не надо показывать, да. И мы помним, что ничего не надо, ничего показывать на бедной страничке B&O. Конверсию тоже померили. Конверсия — огонь. На месте, в смысле, осталось. Никуда не упало. Ну, и что можно сказать в конце? Простота — залог здоровья. Успеха. Ну, попроще, короче, надо. Подписывайтесь на нашу рассылку. Это все. Так, я возьму микрофон и буду принимать вопросы. Дима. Клюво. А нет никакого готового сервиса, который оптимизирует показ баннеров многорукими бандитами? Я не нашла. Надо сделать. Окей. Окей. Еще вопросы. Миша. Я не совсем понял, так сколько у вас там было состояния и какие признаки вы подавали бандиту? Состояния? Да. То есть у вас... У вас было четыре варианта. То есть показать один из трех баннеров и показать ничего. Но вы выбирали это в зависимости от того, где сейчас находится пользователь. То есть это в зависимости от того, сколько страниц он уже посетил или еще какие-то параметры были? Ну, изначально бандит задумывался для... Сейчас посчитаю. Нет, не посчитаю. Новый вернувшийся, как бы такая вот фича, типа. Сколько страниц тут посмотрел? Ну, какая-то градация там. Совсем он недавно пришел, типа одна, может, две странички. Так уже немножко походил, две пяди это. И совсем как бы забурился в этот сайт и не хочет туда уходить. Ну, больше. Вот. И, собственно, какой страничкой он находится? Странички у нас разных типов бывают. Вот. Ну, есть страницы про продукт, собственно, да, про саппорт. Есть главная страница. Вот. В продуктах там разные странички. Есть вот эти хауту, я тоже говорил. Есть страница, как сделать чего-нибудь. Вот они тоже есть. И по типам страниц, соответственно. Несколько типов страниц, снова вернувшийся. И сколько страниц он посмотрел? Умножаем, получаем сколько там состояний. Штук 20, что ли? Нет, я ведь не сбустила. Ну, то есть вы просто для всех этих состояний там считали вероятности и выбирали. Да, грубо говоря, в каждом состоянии свои конверсии. Они как бы независимы друг от друга. Ну, вы можете попробовать навернуть еще какую-то модель на эти состояния. То есть не просто смотреть вероятности, там по коробочкам и выбирать, а ну, хотя бы ту же линейную регрессию с ее помощью выбирать оптимальное действие. Может быть. Вот, в общем, почитайте еще несколько страниц из этой книжки. Там дальше должно быть. Спасибо. Еще вопросы? Ну, я это... Предупредить, чтобы заранее открыли. Вот, я просто не успел рассмотреть. Тут таргет же есть, да? Это последний столбик? Это серенький. А, это серенький. Да, вот он посередине оказался. Вот. И судя по... Ну, как бы... По значениям, тут за 90 много колоночек. Да, сколько тут? Раз, два, три. Да? То есть из этого же можно было сделать предположение, что точность лог-регрессии будет за 95 или нет? Ну, 90 тут не совсем с вот этой транзакции. 90 тут, где количество страниц со временем сравнивается и события до онлова со временем до до онлова. Там как бы 90. А вот которые выскочили параметры, у них вот 0.3 и 0.6. Ну, как бы вместе, да, 0.9. Но я не думала об этом. Ну, как бы да. Ну, то есть можно было предсказать, что точность как бы будет хорошая нашего... Окей. А, да, и что такое download time? Это загрузка время? Это время до события, человек скачал программу. Окей. Все, понял, спасибо. Еще вопросы? Интересно. Ну, я тогда спрошу в качестве уточнения. То есть, вот последний твой график, самый классный. Самый классный. То есть, как-то ты, похоже, уже как-то от него, да, сделала финальные правила или как? Ну, да. Почему, да? Ну, он как бы показывает, где бы нам показать. То есть, у нас была мысль, что нам нужно как-то привязаться к количеству страниц. Ну, как бы либо время считать, но страницу считать проще. Вот. И, собственно, сколько? Сколько этих страниц брать? Ну, вот, говорит, две. Вот. Окей. То есть, скорее, из этого графика, да, как-то вышло. Итоговое правило же это на следующем слайде, по-моему, у тебя, да? Да. То есть, значит, просто теперь можно их как-то в хардкуй, да, или как бы бандиты что-то еще там делают, решают. Или просто вы такие, так, на второй, треть, четвертый там бандиты, решаете, да? Или как? Вот как сейчас, что там в коде написано, как он выбирает эти баннеры? То есть, у вас всегда сейчас три, или вы еще три нарисуете других красных, допустим? Однажды мы нарисуем еще три. Ага. И что, вы нарисовали, отдали системе, и что вот она будет, что-то другое получится? Или просто на второй, треть, четвертый она выберет там первый баннер? Ну, пока все работает по-хардкорному. Ну, как бы две модели, на самом деле, работают сейчас. Одна это покажи на второй странице, а другая продолжай, пожалуйста, вот так вот тестировать. Вот. И они работают примерно одинаково. Потому что первая модель редко показывает, ну, только на второй странице, а вторая иногда показывает удачно. И как бы они так примерно одинаково что-то делают. Прям бандитов там сейчас нет. Ну, три недели еще не прошло. Вот. А какой там еще вопрос был? Ну, наверное, да, про итоговые правила. То есть как три недели пройдет, как-то они будут там гулять, что-то творить, да? Так что ли? Ну, пока нет. Ну, понятно. Окей. Ладно, еще один вопрос тогда. А какие, получается, советы бы ты дала или какие основные сложности вот с тем, чем ты занималась? То есть выглядит так, что все, что ты сделала, это как бы дало тебе просто какие-то инсайты, да? Как, что вообще делать правилами, да? Нет? Ну, грубо говоря, да. Вот. В принципе, к правилам бы и хотелось бы прийти, потому что у нас типа оптимонстр. Вот. Но хотелось бы как-нибудь, чтобы если мы будем добавлять что-то, чтобы оно как-нибудь само считало, и не надо было потом сидеть энд дней и собирать все это вместе. Оно как бы само посчитает, как бы и круто, и не надо сидеть до бесконечности и сводить эти цифры. Вот. Вот. Ну, меня на самом деле спрашивали, какая основная мысль моего рассказа. Вот. Наверное, основная мысль — это простота, залог успеха. Вот. И если нет ощущения, что прям бандит как бы очень много даст, потому что... Ну, я показывала баннеры. Вот. То как бы он, наверное, не очень нужен прямо здесь и сейчас. И, наверное, бандит нам очень понадобится тогда, когда мы привыкнем к текущей модели и нам захочут сделать намного круче. А у нас, как бы я говорила, что у нас ничего не было вообще. А теперь что-то есть. А вот следующее — это уже надо что-то прям умненькое. Ну, как-то так. Есть? Похоже, что все. Тогда большое спасибо. Да, спасибо. �ашな miner. Спасибо за субтитры Алексею Даниль. Спасибо за субтитры Алексею Даниль. В. год. Thisrail cloudа субтитры Алексею� conhe Itu którym